Взмины в зависимости по податку на прибуток. Чем можно включать в доходы? Чем можно включать в доходы? Это вытраты. Вы знаете, я цитировать науковый кодекс вряд ли здесь буду, потому что есть науковый кодекс, четко в нем есть статьи, которые регламентируют формирование доходов, включение и формирование затрат. Единственное, на что обращаю ваше внимание, уже с 2015 года у нас совершенно новый подход к составлению декларации по прибыли, мы знаем, что мы переходим к декларации по прибыли, она же будет составляться по итогам вашей бухгалтерской отчетности. Единственное, что там будет три налоговые разницы, которые можно будет учитывать при составлении декларации. Поэтому подход к составлению декларации он абсолютно другой. Читаем кодекс и знаем положенные стандарты бухгалтерского облика. Основание это бухучет. Налоговые органы, кстати, с 1 января 2015 года имеют право в том числе проверять вашу налоговую отчетность. Бухгалтер заявлений от вас примет. И вы будете зарегистрированы по отечеству с 1 июля. Все по просьбам трудящихся, что называется. Следующий вопрос. Мерки, порядок сплаты ПДБ до бюджета с 1 сичня 2015 года. Смысл составления декларации не поменялся. Есть в декларации, вы знаете, внесены изменения. В связи с тем, что с 1 февраля 2015 года у нас заработала система электронного администрирования НТС. На сегодняшний момент эта система работает в тестовом режиме. Что это значит? Это значит, что вы можете выписывать налоговые накладные на сумму без ограничения того порога, который предоставлен формулой. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Это все четко прописано в статье 200 прим. 1 налогового кодекса. Если кого-то это будет интересовать, потом в такие вопросы вы можете ко мне подойти и задать. Я просто расскажу глобально. Вы знаете о том, что все владельщики НТС в срок до 27 января были в казначействе открыты спецсчета. Вопросы задают разные. Почему наше областное казначейство вас не информировало в открытии такого счета? Ответ 1. У нас всеми счетами занимается единственный орган. Это государственное казначейство Украины. То есть это все происходит централизованно. Счета присваиваются только на том уровне. Открываются они, естественно, в ваших казначействах, которые здесь на листах. Вы это найдете и показываете. Каждый из вас получил специальное уведомление, поскольку вы предоставляете отчетность в электронном виде и имеете полный набор сервисов. То есть декларацию за февральный месяц вы уже составляли форму и форму с учетом электронного администрирования. Декларация, в отличие от предыдущей, имеет 4 раздела. Первый – это традиционное налоговое обязательство. Второй – налоговый кредит. Третий – это расчеты с бюджетом. И четвертый раздел – это учет отрицательного значения, которое у вас было сформировано по состоянию на 1 февраля. На сегодняшний момент сумма, которая определена вами к уплате бюджета, строка 25-го декларации, 25-1 – это для плательщиков на заказе системы наук обложения, и 25-2 – для плательщиков спецрежима. Сумма, которая у вас поставлена в этой строке, она подлежит уплате бюджета. Без учета того, есть ли у вас какая-то переплата на ваших порах. Науковое нагло, мы не примем учет. Нет, мы продаем конечному потребителю, мы ставим себе это на обязательства. Для чего сделана система электронного администрирования и регистрирования науковных ладных, начиная от копейки? Объяснить? Для того, чтобы не было переворачивания товара, для того, чтобы можно было четко понимать, какой товар получен, какой товар реализован и какой товар находится на остатке. Сюда же включается РРО, то есть это пойдет в глобальной системы электронного сопоставления потоков входящих и потоков исходящих. Поэтому налоговая накладная предусматривает... Спасибо. Спасибо. Спасибо.